Адрес улица. Бутина, 2, город Чита, Забайкальский край, 672000. Телефон горячей линии РЖД плюс 7 800 775 0000 плюс 7 800 510 11 11. Время работы, работает круглосуточно. РЖД официальный сайт Чита, httprzd.ru. Справочная, плюс 7 30 22 22 51 19. Информация о времени отправления составов, стоимости и наличия билетов предоставляется пассажирам круглосуточно. Технические характеристики вокзала Чита-2, две прямых платформы, боковая и островная, и восемь железнодорожных путей. Пропускная способность вокзала за сутки, около 3-5-4 тысяч приезжих. Одновременно в здании может находиться до 1000 пассажиров, из которых половина займет места в креслах зала ожидания. Чита-1, грузовая станция, расположенная по адресу улица. Перронная, 5, город Чита. Аэропорт Чита от станции Чита-2 идут поезда в трех направлениях, в Московском, Владивостокском и Забайкальском. Многие составы проходящие. Информацию о возможности уехать на таком поезде даст справочное бюро вокзала. Поездами, формирующимися в Чите, можно уехать в Челябинск, Забайкальск, Благовещенск, Краснокаменск, Приоргунск. В летнее время в прицепных вагонах отдыхающие добираются до Анапы Адлера. От Читы-2 ежедневно отправляется фирменный поезд «Восток», который доставит пассажиров за границу, в частности, в столицу Китая, Пекин. От Читы-1 отправляется и сюда подходят поезда пригородного сообщения в западном и восточном направлении. Курский вокзал, Павелецкий вокзал, как быстрее добраться от центра города до вокзала чуть меньше километра. Добраться до вокзала Чита-2 не составляет труда с помощью общественного транспорта, автобусами 5 из 104, троллейбусами 1, 2 и 6, маршрутками, 8, 10, 12, 19, 20, 21, 22, 24, 35, 38, 49, 61, 19. Цена проезда в общественном транспорте – 19 рублей звездочка. ЖД вокзал Улан-Удэ возведение первого здания вокзала, это был небольшой деревянный дом, относится к концу XVIII века, каменное здание было построено в начале XIX века. Интересно, что в то время отъезжающие за вход на вокзал должны были заплатить особый перронный сбор в 10 копеек. Собранные средства использовались для обслуживания при вокзальной территории. С тех пор вокзал реконструировался много раз. Периодически появлялись новые строения, дополнявшие вокзальный комплекс, два зала ожидания, павильон для касс, багажное отделение. Есть знаменитый храм в Чите возле вокзала, официальный сайт храма Казанской Божьей Матери, HTTP, ZAP, DEFIS, METROPOLIA.CERCOV.RU, Косая черта. Венчает собор 60-метровая колокольня. Туристы, приехавшие в дни Пасхи в Читу, могут подняться на колокольню и позвонить в колокола. У них звон особенный. Еще одна достопримечательность при вокзальной площади – фонтан, возле которого в летние дни предпочитают посидеть отъезжающие. Дополнительная информация. Городские власти, обеспокоенные тем, что городской автовокзал не имеет собственного здания, долго решали вопрос о выборе места для нового здания, но к единому мнению так и не пришли. Автовокзал по-прежнему находится на привокзальной площади улицы. Костюшка Григоровича, D.7. Хотя возможно, что в будущем будет оборудована подземная стоянка для автобусного парка. Вокзал расположен в старинном одноэтажном здании, которое было модернизировано. Сегодня он удовлетворяет всем мировым стандартам и оборудован современной и надежной системой безопасности. За происходящим наблюдает веб-камера Чита онлайн в реальном времени вокзал. При необходимости можно просматривать их в реальном времени. В фойе и на территории целые сутки дежурит специальная охрана. Вход в здание оборудовано пандусами, выход к платформам открытый. Есть два зала ожидания, один из них платный. В нем, настенный плазменный телевизор, имеет телефон городской сети, место для зарядки сотового телефона. Обратите внимание, для пассажиров, задержавшихся в Чите, действует комната отдыха, которая предоставляет несколько дополнительных услуг, полный постельный комплект, возможность воспользоваться душевой кабинкой, феном, утюгом, услугой стирки и сушки белья. Клиентам доступно заказать билет, еду из ресторана, носильщика прямо в номер. На территории имеются кафе и продуктовые ларьки, где можно приобрести продукты, а также мелочи, без которых трудно обойтись в дороге. Важно, на вокзале Чита-2 работает медпункт. Позвонив Т-телефону, плюс 7 30 22 22 57 16, можно вызвать в зал ожидания медсестру. Пассажиры могут купить билеты в девяти кассах и трех терминалах, отличающихся от касс с тем, что все данные вводит сам пассажир. Со своей банковской карточки он переводит нужную сумму и получает оформленный билет. Касса номер 2, международные, остальные 8, дальнего следования. Открыты круглосуточно, с перерывом в ночное время, с 01 00 до 02 00. Телефон, плюс 7 914 495 78 63. Обратите внимание, продажа билетов на поезда дальнего следования и на электричке пригородного сообщения производится в разных кассах. Сегодня пассажир может приобрести железнодорожный билет на любой пассажирский рейс в режиме онлайн, воспользовавшись сервером поезд.ру, включив форму поиска, купить же для билет в Чите. Заказ осуществляется в любое время суток, место в вагонах клиент выбирает сам. Оплата билета производится также через интернет. Клиентов, приобретших билет таким способом, сопровождают смс-соспщение до тех пор, пока пассажир не зайдет в вагон. Если поездка откладывается, то выполнить возврат билета можно через тот же онлайн-сервис. Второй вариант – сдать билет в кассу. На центральной стене в фойе установлено табло расписания движения поездов, где указано отправление и прибытие составов по московскому времени. Дополнительная информация. С онлайн-табло можно ознакомиться по ссылке httpsrasp.yandex.ru-station-9610944. Провожающие, прибывшие на личном автомобиле, въезжают на площадь у вокзала через шлагбаумы. Автоматическая система парковки выдает водителю жетон, который сохраняется до выезда. 15 минут пребывания автомашины на парковочной площадке бесплатно. Если же требуется оставить автомобиль на более длительное время, водителю нужно заключить договор и произвести оплату за парковку по действующим тарифам. Пассажиры вокзала Чита-2 могут воспользоваться следующими видами услуг – получать информацию об отправлении состава в справочном бюро, ждать поезд в одном из залов ожидания, воспользоваться комнатой длительного отдыха, для родителей с детьми имеется комната отдыха, посетить парикмахерскую, вызвать такси, приобрести билет в кассе вокзала, подключиться к системе, имеется багажное отделение беспроводной интернет на вокзале Чита-2 был проведен два года назад. Сегодня любой человек, зашедший в вокзал, может подключиться к системе Wi-Fi, по использованию Wi-Fi вокзал Чита-2 вошел в топ-10 вокзалов, активно использующих интернет. Гости, вышедшие из ЖД вокзала Чита, останавливаются перед памятником Александру Невскому. Средства на сооружение памятника жертвовали все горожане, и сейчас памятник объединяет весь город в единое целое. До парка Адора, расположенном в 0,3 км от ЖД вокзала, можно пройтись пешком. Открыт парк с утра и до позднего вечера, вход бесплатный. Раскидистая крона деревьев прикрывает от палящего солнца, поэтому в парке можно находиться долго, рассматривая скульптуры и памятники. Интересны, музыкальная беседка, остров сокровищ, скамейка примирения, скульптура Васи Кузякина, гигантский бетонный тернет-мем ЖДУН, у которого голова морского слона, тело личинки, а руки человека. Несколько лет назад сюда зашел отдохнуть ученый кот в очках с книгой в руках. Скульптура вызывает восторг маленьких посетителей. Привлекает аллея славы, экспонаты которой танки, Катюши, как и старый паровоз, Сергуар Джаникидзе, находящийся в паровозном депо, могут рассказать о многом. Если пришлось задержаться в Чите, то можно снять номер класса эконом, комфорт, в отеле Чита, расположенном в 500 метров от ЖД вокзала. Стоимость номера от 300 рублей в сутки звездочка. В отеле буфет, где можно перекусить, рядом несколько кафе. В гостинице, Даурия, 0,7 километра от вокзала, частые акционные скидки на стоимость номеров. Номера оборудованы всем необходимым. В них, современная сантехника. Рядом со зданием, драматический театр, Шумовский дворец. Недалеко остановка общественного транспорта. Современная гостиница, Гранд Сити, расположена в одном километре от вокзала. Цена номеров от 800 рублей и звездочка. В ней часто поселяются бизнесмены, потому что в отеле два конференц-зала вместимостью 70 человек. В аэропорт пассажиров может доставить трансфер отеля. Чита-2 сегодня – модернизированный вокзал, отвечающий всем требованиям. Пассажиры, посетившие этот вокзал могут получить разнообразные услуги и провести время в ожидании своего поезда, посетив местные достопримечательности. Звездочка цены актуальна на июнь 2018 года.